А это наши знаменитые котлованы. Ну пока тут мы просто заехали, мы просто заехали потому что у нас тут рядом рядом у нас есть домики. Мы проверили собачек, покормили. И там живут две собачки. Там есть конечно за ними кому смотреть, но мы периодически смотрим как они нам радуются. Мы надеялись, но пока рановато оказывается. Это 8 часов и заход уже, наверное, до 9. Мы приближаемся к самому большому дню, вернее большому световому дню. Потому что уже 15 мая и как бы всего лишь через 15 плюс 22, через 37 дней будет самый большой день, когда фашисты напали на Савельский Союз. Тут даже не так интересно закидывать, как интересно просто на природе. На фон-то посмотреть. Можно желание загадать. А желание заходящее солнце, чтобы от вас что-то ушло. Что вы хотите, чтобы от вас ушло? Какая-нибудь болезнь. Правильно. Что-то сорвалось вообще. Что-то еще. Сейчас сюда вот по следу. Сейчас сюда вот по следу. Ну а это кульминация. 15 мая. Сегодня был дождик. Поэтому никого нету на наших суперкотлованах. Не, мы не поедем никуда пока. Пока оно совсем не сядет. Потому что это вообще фантастика. Нам больше нечего бояться. Сегодня в 1905 году основан был Лас-Вегас. Смотрите какой островок тут еще с дерева. Что-то уже старое мы стали. Что-то нам уже не сильно нравится вот это путешествовать. Ну, по крайней мере, как зомби. Естественно, мы поедем в Черемшанку. Естественно, мы поедем в Горную Любинку. Ну, наверное, в Корчун, да, тоже. Но, наверное, буду я скоро вам рассказывать мои рассказы. На фоне закатов. Вот эта идея мне сегодня пришла. И на закаты мы будем ездить, наверное, в разные места. Ну, только там, где нет людей. Желательно. Только там, где нет людей. Ну, или такие люди вот за нами там стояли такие. Ну, в смысле, не агрессивные. Не те, кто драка неизбежна. Бей первым. Просто берег тут подымается. Тут такой кусочек крокодил. Солнце почти проглотил. Красное небо. Багровое. Она к нам в подъезд, смотрите, просится собачка. Мы сейчас. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Иди сюда. Нельзя себе денег не будет. Смотрите, смотрите, как... Вот умная. Представь. Ну, кого-то где-то наши двери. Как где-нибудь умную таких видела. Так может она с цирка сбежала. Ты с цирка сбежала? Шарик, шарик, шарик. Найда, найда, найда. Собака, собака. Найда. Антон. Смотрите, как лапа летит. А сегодня у нас пятница 13 мая. Организован первый российский банк. Забыл в каком году. А в мае ничего нельзя организовывать. Практически организован Черноморский флот. А в мае ничего нельзя организовывать. Ничего нельзя в мае начинать. Первого мая. Ну, мусор, конечно. Раньше не снимал мусор, но сейчас уже... Сейчас уже придется снимать мусор. До закатик, наконец-то, мы тоже решили поймать. Вчера определили, что, оказывается, в 19.46 он был. Тут неплохо. Смотрите, в речке отражается. Вот. А сегодня уже в 19.48. Только трактор потом потихоньку приближай. Приближай и удаляй. О, классно. И удаляй. Класс. Вот благодаря чему... Благодаря кому мы выживаем. Вот так они накладывают асфальт. Вот, по ходу, бетонные плиты. Ну да, бетонные. А вот где наша команда торпеда. На которую, не знаю, нашли деньги. Сейчас не нашли. Не в курсе. Но месяца два говорили, что нет денег назад. И вот мою ноу-хау я предлагаю вот просто не ремонтировать какой-то участок дороги на миллиард тенге. А эти деньги отдать торпеда. И это будет гораздо большая польза. А тут написать, вот здесь прямо вот тут написать, что не ремонтируем дорогу, потому что деньги отдали команде торпеда. 100% все, кто за рулем, будут согласны. Но они, конечно, по-любому заколебают потом. Не знаю, власти ответственные, да? Но тем не менее. Хоть будет явно, видно, что, почем стоит. Тут у нас сейчас перекрытая дорога. У нас бывают такие случаи. Но это как бы еще ни о чем. Сегодня 23-е, да? Вчера был день рождения Владимира Ильича Ленина. И вот так заливает. Потому что ульба молодеет. Смотрите, какая красавица. Вот настоящие сплавщики вот по такой воде любят сплавляться. Ну а трусы такие, как я, в жизни никогда не за какие деньги по такой воде не будут сплавляться. В общем, зимняя, призимняя зима. Кто бы мог подумать, всего лишь 40 километров от города. Даже, по-моему, 40 еще нету. И все. Дороги нету. Садись в карету. Кареты нету. Что-то дальше даже желания ехать у нас нету уже. Не поедем же? Угу. 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 Что-то мы хотели через тот перевальчик еще. Угу. Ну, скорее всего, уже нам не охота. Там, может, дороги вообще нету. Северную. На Северную что-то вообще грустная какая-то дорога. Или поедем прокатимся? Не знаю. Ну, на фиклистовку точно там не разве... Нам не повернуть. Ну, поехали, пока дорога есть. Ну, вот он вам, снежный человечек, специально наклонил вам березки. Ага. Чтобы вы почувствовали силу вообще и силу снежного человека, и силу природы, и красоту природы, и уникальность этого места. И белый-белый-белый снег. Вот видите, как он шел. И, кстати, не во всех местах... Не во всех местах вот такие уникальные, видите, наклонивые. Просто вы идете... Травинки наклоняете, предположим, да? А он идет. И деревья наклоняет.